В территориальном центре социального обслуживания населения города Кобрино работы кипят с самого утра. Пожилые люди, участники клуба «Золотой возраст» изучают английский язык, занимаются рукоделием, посещают кулинарный кружок. Это далеко не все увлечения женщины элегантного возраста. My body is over the sea, my body is over the ocean, my body, my body to me. Не отставать от жизни – вот девиз участников «Золотого возраста». Преуспевающих во многих сферах знаний, имеющих широкий спектр интересов. И все потому, что они, несмотря на почтенные года, постоянно совершенствуются, спешат идти в ногу со временем. Для этого ими и организовываются новые кружки. Благо, сегодня для этого есть все условия. Среди недавно появившихся компьютерная грамотность для начинающих – школа здоровья, оздоровительная физкультура для пожилых, а также английский и польский языки. Мы решили изучать английский язык. В прошлом году мы его начали. Было у нас немного народа и много. Но группа у нас небольшая. У нас 6-7 человек. Нам больше, как говорится, пока не надо, потому что у каждого свои интересы. Мы, ко всему прочему, не только английский стали изучать. Мы решили, что наши мозги должны и больше работать. Поэтому мы начали изучать еще и польский. Клуб «Золотой возраст» уже имеет свою историю. За годы существования он пополнялся новыми людьми. Людьми разных профессий, увлечений и взглядов. Но объединяло их одно – все они творческие личности. И на протяжении работы клубы находились в поиске всего неизвененного и интересного. Первые наши занятия, наши психологические тренинги, когда мы не знали даже путь к пониманию, потом наш второй курс, образовательные курсы компьютера, было пробное, бесплатное, для того, чтобы понять, а нужен ли пожилым людям компьютер, освоим ли мы его. Было страшно, даже кнопочки эти. Но мы это сделали. И следующее было, вот именно наши беседы о жизни, о том, что нас волнует, о любви, о дружбе, о понимании детей, внуков. И что такое вообще клуб? Клуб – это, в первом деле, общение и дружба. Все то, что предлагал нам сразу, сначала центр, образовательные курсы, школа здоровья, законы права – это все было здорово. Но сейчас мы двигаемся, мы сами предлагаем им. Активная работа по совершенствованию имеющихся и получению новых знаний, занятия творчеством, участие во всевозможных мероприятиях в рамках города и области – сегодня это прочная основа для дальнейшего развития клуба «Золотой возраст», участники которого и не думают останавливаться на достигнутом. Средительством тому стало участие пожилых людей в конкурсе, прошедшем недавно в городе Ивацевичи. Третий областной фестиваль, который проходил в этом году в Ивацевичах, участвовал 21 клуб. Мы заняли первое место, это самый главный приз – презентация клуба, наша визитная карточка. Это нужно было не более пяти минут, было отпущено для этой презентации, и мы сумели показать инновационное решение работы с пожилыми людьми. Знаете, самые актуальные моменты, мы сумели это подчеркнуть, и мы заняли первое место. Мы были очень рады, и вообще-то не ожидали такого успеха. Были клубы представлены очень интересные. Возраст – это всего лишь количество прожитых лет. Человек молод настолько, насколько молода его душа. Участники клуба «Золотой возраст» уверены – годы не помеха. В любом деле главное – желание и стремление. Поэтому они и занимаются любимым делом, приобщаются к новым творческим течениям, активно проводят свой досуг. Вот скажи, что мы пожилые, нет? Самое главное, я всегда это говорю, самое главное – не стареть душой. И вообще стареть нужно достойно. Пускай года, как ласточки летят, зависит возраст женщины от духа. Быть можно молодой и в 60, а можно жить и в 20, как старуха. София Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.